Камарджоба, Украино! Влитку пихать с Батуми нереально. Сегодня тут открывается Центр культуры, а вперед грандиозное шоу. Первый, по-справнему, европейский мюзикл Грузии. Открытие Центра культуры и искусства все ждали с особенным нетерпением. Роскошное здание на въезде в Батуми хотелось увидеть каждому. К слову, Дом культуры был построен здесь еще при советской власти. К началу 90-х он приказал долго жить. За реконструкцию заброшенной былой роскоши взялся в Ахтанг Хмаладзе. Мастер постарался на славу. От архитектурной композиции глаз не оторвать. 20 лет стены этого здания не слышали живой музыки, оперных голосов и, что самое главное, аплодисментов. Полтора года назад началась реконструкция Центра культуры. Последние два месяца здесь работала огромная группа рабочих просто в бешеном графике. А все для того, чтобы сегодня вечером тут взорвался настоящий музыкальный эвер. Открывать такую красоту нужно было чем-то совершенно особенным и оригинальным. Первый грузинский мюзикл в европейском стиле стал настоящей исторической авантюрой. Оперета Кето и Коте – древняя, как мир, история любви, поставленная на сцене Тбилисского оперного театра еще в начале 20-го столетия. Ну а для мюзикла 21-го века был собран самый звездный состав, подобного которому не видела ни одна грузинская сцена. Это величественная Нани Брегвадзе, нереально талантливая Нино Катамадзе, несравненные Суфишвили, знаменитая на весь мир балерина Нино Ананиашвили и шикарный баритон Ладуатане. Музыкальный консультант спектакля Марина Беридзе в день премьеры призналась, что взять на себя смелость поставить мюзикл всего за один месяц – настоящая дерзость со стороны грузин. Ну, вы, полагаю, слышали кое-что о риске и каком-то там шампанском. Вот-вот это именно из этой оперы. Очень много компонентов, которые, как бы, гарантируют успех. Все зависит от того, как все пойдет, насколько это будет красиво, то, что это будет профессионально, я в этом уверена, потому что очень уж много профессионалов как на сцене, так за кадром. Осовременивать классику сегодня модно во всем мире. Модно так же, как и небезопасно. К любимым персонажам зритель относится с особым трепетом, поэтому задеть ненароком их чувства – угроза освистания и полного провала. Как говорится, казнить нельзя помиловать. Запятые будет расставлять именно зритель. На репетиции мы пока еще совсем недолго, но этого времени мне хватило для того, чтобы понять, что ситуация здесь более чем напряженная. Режиссер нервно курит, актеры нервничают, у них срывается голос. В общем, все так, как и должно быть. Ведь премьера всего лишь через шесть часов. Время пошло. Кето и Коте для грузин – это не только опера гениального композитора Виктора Долидзе, но и шикарный черно-белый фильм 1948 года. Калоритную комедию Кето и Коте еще 63 года спустя режиссировал Давид Дуиашвили. Шила костюмы и ставила декорации Тамара Квесетадзе, автор батумской скульптуры Али Нино. Ну а переодевал колоритную грузинскую музыку в новую кружевную аранжировку Ника Меманишвили. Классика на то она и классика, что выдерживает любое время и пространство. Так, например, пьесы Шекспира ставились тысячи раз, и каждый раз их преподносят и интерпретируют по-разному. Также с Кето и Коте. Главное, что мы относимся с уважением к оригиналу и его создателю. Я взял на себя огромную ответственность, согласившись изменить звучание и осовременить классическую и всеми любимую оперу. На аранжировке был всего месяц. Наверное, самый плодотворный и важный в профессиональном плане месяц. Оценить здание Центра культуры по достоинству можно, только увидев его вечером. Прозрачные полы, шикарное освещение, мерцающие зеркала и фонтан прямо посередине холла. Но самое главное – это предвкушение того, что уже очень скоро погаснет свет и прямо как в детстве начнется настоящая сказка. Здесь собрался весь грузинский бомонд, как говорится, на других посмотреть и себя показать. Сложно представить известную в Грузии личность, которой сейчас нет здесь. И в принципе это неудивительно, ведь интерес к данному спектаклю по шкале от нуля до десяти среди высшего общества, простых смертных и прессы точно на десяточку. Посмотрим, что будет. Поначалу публика была напряжена, но аплодисменты не скупилась, но выдавала их в точно положенной форме. Однако на номере прими-балерины Нину Ананиашвили публика отбилась от графика и осыпала Нину аплодисментами в самой середине номера. Само собой, не оставив без внимания музыкальное сопровождение – шикарный синтез грузинской музыки с мотивами Астера Пиацолы. А после грузинского танго пел роскошным баритоном «Ладуа Тоннели». Величественная Нани Брегвадзе могла просто стоять на сцене и вообще ничего не делать, ведь любовь к ней действительно народна. Одна ее приподнятая бровь и играть уже нечего. Строила коварные планы экстравагантная кабато в исполнении Эки Кахьяни. А из-за границы на вертолете с эмблемой Льюи Виттон летела модница Кето София Нижарадзе. И, мешаясь грузински с английским, периодически интересовалась «What the hell is going on?» После она дуэтом с Коте Ника и Беридзе рассказали о своей чистой любви друг к другу, пострадали по поводу того, что Кето собираются выдать замуж за дядю Коте, внезапно обедневшего Ливана в исполнении «Ладуа Тоннели», и обратились за помощью к свахе Нани Брегвадзе. Не обошлось в Кито и Коте и без танцев. Там, как и много-много лет назад, в просторных шароварах танцуют Сухишвили. Мюзикл не мог состояться без, наверное, самых колоритных персонажей пьесы Кинто, Сико и Сако. Правда, теперь они в образе жеманных мальчиков исполняют знаменитую Джанайю совсем на другой лад. Два акта феерического постмодерна пролетели, судя по всему, настолько быстро, что зритель еще долго-долго не решался отпустить актеров. Довольными после премьеры остались как зрители, так и исполнители. Открылся новый дом для творчества, для создания музыки, для создания новых спектаклей. Это больше, чем мое участие в этом проекте. Но что касается, вот видите меня, вообще я другая совершенно. Конец или 17 века, или начало 19-го. Это было прекрасно, это было потрясающе. Самое важное – это зрительская овация и их лица. И когда мы вышли на поклон и увидели, как они аплодировали, какие у них были лица счастливые, я была счастлива. Это очень позитивно, очень талантливо, все сделано, и очень все новое. Несмотря на то, что мы все знаем сюжеты, музыку, все, как они предоставляют, вот это все, всем нам, это очень, очень оригинально, очень новое. Я в восторге, вообще гениальный проект, костюмы, просто уникальные. Я участвовал, как бы, вместе с Тамарой, я делал костюмы для Нани Брэквадзе, для Эко Кахьяни, для Кето, несколько костюмов. Так что, я участвовал в проекте, было очень интересно, а сегодня вообще, гениально все это сочетать, и примеры вот шикарные. Отбросив любезности, можно сказать, эксперимент удался. Современный Кето и Котэ, это новая история, не похожая на, на рассказанную зрителю прежде. Своей формой, структурой и акцентами, ее совсем не хочется сравнивать с бессмертным оригиналом. Она есть новый, независимый, качественный продукт, отличающийся от всего, что мы видели ранее. Это самый настоящий европейский мюзикл со штампом, сделан в Грузии. И сделано это, ох, как профессионально и хорошо. После такого, очень хочется для вас заспевать. Но, вместо этого, я подскажу, сезон в Батуми лишь набираю оберцов. Не пропустите найцікавейшего.